Завтра в ЦДХ открывается Арт Москва. Ярмарка пройдет уже в 15 раз. В этом году совпадает по времени с биеннале современного искусства. Уже сегодня в залах домохудожника Павлана Мангайт и готова с нами поделиться увиденным. На самом деле самый важный день, конечно же, сегодня. Потому что сейчас, именно в этот момент, проходит превью для коллекционеров. Говорят, что в России примерно 150 коллекционеров современного искусства. Взрывно сейчас все 150 коллекционеров находятся на Арт Москве. Всегда Арт Москва в первую очередь начинается с идеальной коллекции. То есть та коллекция, которая должна всю остальную публику привлечь к этому, собственно, интересному делу собирательству. В этот раз показывается коллекция француза Пьера Кристиана Брашет. Гражданин Франции, который уже почти 20 лет живет в России. Собрал одну из крупнейших коллекций современного искусства и показывает небольшие объекты. Сразу очень так хорошо работает. Такие небольшие красные атомные бомбы, мозги в тележке от супермаркета. И в том числе он коллекционирует работы собственной жены, естественно, русской жены Аннушки. Которая на этой выставке показала работу под названием «Таджик Малевич». Она на Конаковском заводе нашла формы для... Старые формы советской агитационной скульптуры. И соответствующим образом ее раскрасила. Об этом она сейчас сама расскажет. Реально старые формы, как там 50-70-х годов, которые я нашла в отвал, в мусоре на умирающем Конаковском фаянсовом заводе. Они были такие закаканные птичками, серые, грязные. И они пережили прекрасно обжиг, восстановились, с супрематизмом засияли. Супрематизм стал трехмерным. Они приобрели новую жизнь. А это действительно таджик? Таджик, они его так называли. Он в каких-то сланцах, в халате. Он в халате. И какого... Ты знаешь, это же крестьянин Малевича такой, русский символ. Но у нас кто теперь крестьянин? Таджик. Нормальное замещение истории. Стенд в этом году стоит 10 тысяч евро. Каждый галерею выделили по отдельному стенду. В этом году участвуют все мэтры, все мейджоры, в том числе и галереи из Украины, и даже из Японии. Вся выставка начинается, вот уже продажная ее часть, с такого шокирующего видеоинсталляции художника Чернышева, где на Белом доме проецируется неоновый текст Прохоров. О мой бог, что сразу очень хорошо действует на коллекционеров. С другой стороны, силиконовая невеста такой художницы Саши Фроловой, которая предлагает галерею Айдан. Примерно стоимость работы, что можно сказать? Например, галерея Триумф показывает аллегорию Сакра, группы АЕС плюс Ф. Очень сейчас актуальный проект, потому что только в пятницу его впервые показали в бывшем московском доме фотографии, ныне в Мультимедийном музее актуальных искусств, которым руководит Ольга Свиблова. Так вот, одна работа, а это, учтите, фотография, стоит вокруг 40 тысяч евро. И, конечно, нельзя обойти очень важный проект на московской ярмарке «Арт Москва». Это проект «Таджик Артс». Такой питерской группы, на самом деле, во главе с Кириллом Шамановым, который уже несколько лет нанимает гастарбайтеров, узбеков и таджиков, воспроизвести знаменитые произведения искусства. Они показывали перформансы Марины Абрамович, рисовали картины Родко и Фонтана. А в этом году, протяжении всей биеннале, они будут писать, если не ошибаюсь, то ли две, то ли три картины известных авторов Валентины Матвиенко и Владимира Путина. Собственно, там эти работы представлены. Работает вот на биеннале узбек по имени Миша, который еще недавно строил дома в Люблино, получал 4 тысячи рублей за месяц. В месяц теперь будет получать за 4 часа работы по 1000 рублей в день. Так что есть и благотворительная, и положительная сторона в московской ярмарке «Арт Москва». И Миша сделает карьеру как автор школы Путина. Спасибо, Анна. Анна Монга. Это юбилейная ярмарка «Арт Москва».